С Городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Последние полчаса в студии Александра Шунина и Маргарита Трояновская. И к нам уже присоединился по удаленной, конечно же, связи министр внутренних дел Латвии Сандес Гиргенс. Господин министр, доброе утро. Доброе утро. Отлично, связь установлена. Начинаем. Во-первых, огромное спасибо, что нашли вот эти несколько минут побеседовать с нами. И хотелось бы начать. Ранее не было такой возможности. Сейчас, пользуясь случаем, хочу подвести итоги минувшего уикенда. Как вы оцениваете прошедшее мае работу полиции? Не были ли приняты меры все же чрезмерными? Ну, я, конечно же, имею в виду вот эти столы для цветов в том числе. Спасибо за хороший вопрос. Ну, сперва я бы хотел сказать большое спасибо всем жителям, которые мирно, спокойно пришли и положили цветы. А также я хотел бы сказать спасибо нашим службам за ответственную работу. Мы как-то и те жители, которые приходили, и наши службы, ну, хотели мирно, спокойно работать. В принципе, я видел, что не было никаких провокаций. День прошел мирный, спокойный, солнечный. И я, на самом деле, доволен. Были, конечно, некоторые нюансы, но будем над ними работать. Но в целом наши цели были, чтобы этот, скажем, этот день был таким мирным, спокойным и без лишних провокаций. Ну, опять же, оглядываясь на события 9 мая, вам не кажется, что можно было бы обойтись такими ограничениями, как в прошлом году, например? Ну, без заборов, имеется в виду, без столов? Да, ну, там нужно и смотреть, что очень было тремленно смотреть в отношении органов внутренних дел и самоуправления, как будет производиться это мероприятие в контексте последней эпидемиологической ситуации. То есть мы, если можем сравнивать предыдущий год этот, то мы видим, что немножко эти цифры идут вверх. И, конечно, мы смотрим каждый раз не только с точки зрения общественного порядка, но и с точки зрения эпидемиологических нюансов. Так что я думаю, что эти все нюансы были сбалансированы. Но главное, что я ещё раз говорю спасибо всем жителям, которые с пониманием мирно, спокойно пришли, положили цепы и наши работники тоже мирно, спокойно произвели свою работу. Ну, продолжая тему различных ограничений и эпидемиологическая ситуация, не так давно прошла информация, например, в агентстве «Лето» прозвучало, что вы поддерживаете, цитата такая, «систематический пересмотр связанных с ковид-ограничений, но не введение дополнительных». Вы можете пояснить, что имели в виду под этим систематическим пересмотром? Ну, то есть первый аргумент, что вся система должна работать так, чтобы снизилось распространение ковид-вируса. То есть не должно быть таких мероприятий, в которых нет никакой логики, которые никак не связаны с улучшением ситуации. Во-вторых, если ситуация улучшается, тогда, по моему мнению, нелогично усиливать использование ресурсов полиции и пограничной охранной службы. То есть потому что у нас есть повседневно своя работа – следить за дорожным движением, раскрывать преступления, охранять границу, раскрывать контрабанду и прерывать другие преступные деяния. То есть у нас есть основная работа. И мы знаем, что все вопросы, которые касаются здравоохранения, это не основная функция Министерства внутренних дел и их органов. То есть у нас другие совсем функции. Еще раз я только хотел утвердить свою мысль. Если ситуация улучшается, то и наш контроль от наших органов должен снижаться. Это мировая практика. Вот хочу спросить у вас насчет… Сейчас активно обсуждается потенциальное введение концепции D+, в случае ухудшения педагогической ситуации в стране. И в случае, если все-таки будет эта концепция D+, принята, подразумевающая, я напомню, нашим радиослушателям такой глобальный жесткий локдаун в стране, насколько готова к этому министерство? То есть хватит ли ресурсов, чтобы такой жесткий контроль осуществить? С своей точки зрения, так как я министр внутренних дел, я не вижу на данный момент возможности введения жесткого локдауна. Ну и министр Павлев, будучи у нас в эфире, тоже высказался в том смысле, что локдаун будет введен. Но вопрос на самом деле был не о прогнозе, а о системе, способна ли она выдержать такую нагрузку. И, возможно, перефразирую вопрос Маргариты, учитывая и эпидемиологическую составляющую, и события последних недель. Сейчас говорится много о бюджете внутренних дел, и об условии работы, и об академии полиции. Что происходит по этому направлению, по этому вектору развития, в том числе полиции? Да, спасибо. Начну, наверное, с самого актуального. Я был тот, который считает, что нужно повышать квалификацию образования. Это улучшит стандарты внутренней безопасности, коммуникации с народом, с предпринимателем, и в целом поднимет качество и расследований, и порядка в общем целом. Поэтому я начал, инициировал процесс о восстановлении полицейской академии. Сейчас я там просто начну только название. Я не думаю, что это будет полицейская академия, это будет новый концепт академии внутренней безопасности, потому что она не будет только узко специализирована на полицию, но и в целом на другие органы. Там есть и служба налоговая служба, таможня, КНАБ. У нас же есть очень много органов, которые работают в сфере внутренней безопасности. Ну и, конечно, мы говорим не о старой полицейской академии, мы говорим о качественных новых программах обучения 21 века. Сейчас работает активно группа над концепцией, чтобы в мае в ближайшее время для нашего правительства предоставить этот новый концепт Академии внутренней безопасности. Также мы работаем над нашими основными приоритетами на 2020 года бюджета. И наши приоритеты, как всегда, это повышение зарплаты, соцгарантии, транспорт, рабочая среда, экипировка и, как я уже говорил, зарплата. Ну и параллельно к тому не только какие-то виртуальные планы, мы уже осуществляем много инициатив по информационным технологиям и инновациями, как, например, мы работаем с латвической компанией Builder по искусственному распознаванию голоса, то есть искусственный интеллект, который будет распознавать нашу речь. Вот как мы сейчас, например, говорим, так уже автоматически пишется или постановление, или протокол. Это очень поможет нам снизить время, которое мы проводим на процессуальные вопросы. Также производятся процессы о электронизации полностью административного и уголовного процесса. Уже сейчас работает система АПОС, это административно-процессуальная система поддержки, то есть административный процесс уже идет в электронном виде, и только по надобности, мы, скажем, производится выдача бумажного постановления. Ну и в ближайшие годы должен быть, как уже говорил, уголовный процесс введен, то есть тоже участники получат материалы в электронном виде. Ну и также мы уже не только как-то виртуально, уже наш информационный центр, это наша институция по администерствам внутренних дел, подписала договор, и уже мы ввели систему видеонаблюдения платформы, о которой я уже говорил. То есть сейчас буквально через пару недель мы подключаем первые камеры видеонаблюдения на магистральные дороги, и я надеюсь, что эта система будет развиваться не только на магистральные дороги, но и на внешних и внутренних границах, и также в наших городах, и мы очень тщательно сотрудничаем с самоправлением, чтобы развивать эту сеть. Ну так что, в принципе, каждый день идет очень активная работа в разные направления. Напоминаю, мы беседуем с Андрисом Гиргенсом, министром внутренних дел Латвийской Республики. У нас есть эфир, у нас нет звонка в прямой эфир. Кто-то пробивался. О, да, вот и перезвонили. Вопрос из эфира. Доброе утро. Доброе утро. Я понимаю, что это может не совсем к вам, но, может, вы как-то могли бы посодействовать. Вот какой смысл, чтобы более строгие меры? Нужен контроль все-таки тех мер, которые есть. Вот конкретно первые трамвайы мне тут проходили, как бы довольно-таки часто сейчас ехать. Но это ужас целый. Ужас. Без масок, нормальные люди. Маска там на подбородке в случае, если контроль зайдет. Как эти бомжи там совсем, ну просто, извините меня, сопливые сидят. Вчера тоже опять пьяный мужчина, без маски, лежит, но сам на одном сиденье, ноги на другом. И это вот постоянно так. Ну и как-то пассажиры тоже, в общем-то, не реагируют на это. Ясно. Огромное спасибо за вопрос. И, к слову сказать, я тоже, не знаю, либо продолжить, либо поддержать, либо немножко переформулировать. Да, описанная ситуация. Понятно, что, ну, во многом, конечно, все зависит от самодисциплины. И если человек, зная о том, что творится вокруг, уровень заболеваемости, который растет, он позволяет себе без маски находиться в общественном месте, ну, конечно, это потенциальная угроза для общественного здоровья. Но, возвращаясь к работе служб внутренних дел, как в целом, господин министр, вы можете оценить наше общество латвийское? Стало ли оно более нетерпимым? Как система внутренних дел справляется с ежедневными обязанностями? Если параллельно нужно заниматься еще вот таким контролем над ковидными ограничениями? Давайте начнем с того вопроса, который звонила женщина. Она же ждет ответа. Я с ней полностью согласен. Нужно, я еще раз повторяю свои позиции, нужно сделать так, чтобы люди не стояли в очереди около магазина. Нужно сделать так, чтобы была более широкая сеть транспорта, более широкая сеть магазинов, чтобы люди могли, как говорится, расширяться, а не концентрироваться. Это помогает, если мы не концентрируемся, скажем, на единиц транспорта, на единиц магазинов, тогда это позволяет нам снизить риск распространения вируса. Что касается по контролю транспорта и так далее. Конечно, и полиция, самоуправление, и госполиция производят контроль этих средств транспорта. Но также нам нужно больше сотрудничать с теми же коммерсантами, которые предоставляют эти услуги. Они же тоже ответственны за это. Смотреть, что там происходит, что не происходит. То есть это каждого человека мы не поставим одного полицейского. Потому что на плеч полицейских сейчас, это в принципе не только полицейских, на наши органы все, в принципе все. То есть основная работа, как я уже говорил, общественный порядок, раскрываемость преступлений, охранять границы, работать, и спецслужбы работают, и контроль за самоизоляцией, контроль под карантином, контроль COVID-паза, которые путешествуют и уезжают. То есть в нашей стране все более-менее, 80% больше все держится на наших органах. То есть и тогда мы из-за этого и просим и поддержку. Мы же сами понимаем, что у нас тоже есть кадровая проблема. У нас же тоже зарплаты не такие, которые конкурентоспособны, и потому я работаю, чтобы наши зарплаты были конкурентоспособны. Но со всеми нашими минусами мы выполняем такую работу, которая в принципе помогает сдерживать баланс, чтобы этот уровень распространения вируса не поднимается настолько в больших темпах, как в других странах. То есть опять же, чтобы логично подойти к тому вопросу, что делать, я еще раз говорю, основная работа под экспертом и под министерством здравоохранения — работать над логичными предложениями, которые помогают без участия Министерства внутренних дел и тех органов уменьшить распространение вируса. Это ключевой момент. А в целом вы мне спрашивали насчет общества. Я еще раз говорю, что общество, конечно, может чувствовать себя в безопасности, потому что мы работаем. Под моим контролем, под моим руководством я прошу от своих работников более интенсивного патрулирования, не только на улицах, но и на внешних границах Литвы и Эстонии. Мы внедряем, как я еще говорил, технологии. Мы сотрудничаем более интенсивно с самоуправлением, с полицией, с самоуправлением. А также ключевой момент — это сотрудничество с нашими жителями Латвии. Если наши жители Латвии тоже будут нам помогать и с информацией, и, как говорится, или покоиды, или не покоиды, смотреть, как он сам себя ведет, соблюдать ли нормы, не соблюдать, но тогда в целом во всех направлениях все будет улучшаться. То есть ключевой момент — сотрудничество. С нами Сандрис Гиргенс, министр внутренних дел Латвии. И говоря о сотрудничестве, вопрос мой был не о работе служб. Огромное спасибо, конечно же, вам и вашим подчиненным за самоотверженную работу. А именно об обществе. Стало ли оно нетерпимым последнее время по вашим наблюдениям, по вашей оценке? Да, конечно, мы видим, что есть социальное напряжение в обществе, и это касается ситуации COVID-19. Социальное напряжение связано, конечно, и с материальными возможностями. Много людей, конечно, у них снизился уровень доходов, и это проблема, и ее нужно решать. Ну и, конечно, если есть это социальное напряжение, мы сталкиваемся с очень плохим психоэмоциональным состоянием у народа, и, конечно, это берет за собой насилие, конфликты, ну и, к сожалению, бывают и более тяжкие преступления. Но мы стараемся работать, и как-то, и, кстати, не только работать уже там с преступлением, с последствиями, но одновременно мы работаем и просим Министерство здравоохранения и, в целом, Кабинет министров посмотреть, как улучшить систему, чтобы эти психоэмоциональные риски снизились. Остается у нас буквально несколько минут, и очень хотелось бы у вас в заключении спросить, вспоминая эту ужасную трагедию в Казани, которая произошла на днях, когда ученик пришел в школу и расстрелял там несколько своих одноклассников, сверстников и учителей. Насколько, как в Латвии обстоит эта ситуация с подобного рода возможными преступлениями? Проводится ли какая-то превенция, и как службы могут реагировать на подобные ситуации? Да, я считаю, что в Латвии эти... Везде есть риски, но в Латвии они очень минимальные, потому что Латвия выбрала политику очень такая, как вам сказать, система, чтобы снижение холодных оружий, оборота снижения холодных оружий. То есть если мы смотрим, например, Америка, другие страны, как каждый может купить оружие и пользоваться, то в Латвии эта система довольно жесткая. То есть чтобы получить разрешение на пользование или купить оружие, там очень нужно, как говорится, постараться, чтобы подобраться к таким оружиям. И, во-вторых, мы видим, что в Латвии это то же самое терроризм, в принципе, который уровень, кайф-цент по всему миру, он только 0,11. Если мы смотрим, например, Турции 6,11, по Франции 4,6, то есть в Бельгии 3,04. То есть ситуация в Европе и в третьих странах, она очень тревожна. Мы видим, что идет очень большая борьба с оборотом радикализма, терроризма и таких случаев, которые вы видите, возможно, в школах или в общественных местах. Наши спецслужбы работают, сотрудничают с партнерами и одновременно госполиция работает в территории Латвии, чтобы не только снизить риски, но и оборот холодного оружия. Идет превентивная работа тоже на ограничение, скажем, преступных группировок, которые торгуют оружием и так далее. И мастерами, которые изготавливают оружие, производится мониторинг соцсетей. То есть у нас есть тоже кибергруппы, которые работают полицией, экономическая полиция, такое есть подразделение. То есть мы работаем во все направления. Огромное спасибо, господин министр. С нами на связи был Сандес Гиргенс, глава МВД Латвийской Республики. Конечно, хочется надеяться на то, что степень вот этой социальной напряженности и уровень насилия не дойдет до радикализма, и подобные в Казани случаи у нас как были невозможны, так и останутся. А огромное спасибо еще раз министру за интервью и всем вашим подчиненным из каждой структуры за работу на благо всего общества. Хорошего дня. Очень надеюсь, что мы встретимся на следующей неделе в нашем эфире. Что ж, нам пора заканчивать на Болткоме. В студии был Александр Шунин и Маргарита Раиновская. Работа радио Болтком продолжается. Конечно же, текстовые версии наших таких вот Zoom или телефонных встреч потом можно прочитать на портале MixNews.lv. Что ждет нас впереди? В 11 часов программа «Прямая речь». В гостях педагог, общественный активист Маргарита Драгиле. А в полдень «Прямая же речь» с депутатом Сейма Дидисом Шмидцем. Еще раз огромное спасибо. Маргарита, тебе тоже. Всем хорошего дня. До свидания. Утро на Болткоме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова